В начале нашей программы научимся узнавать родословную своей семьи. Затем правильно пересадим и подготовим розы к зиме. И напоследок послушаем советы стилиста о том, какая верхняя одежда в тренде этой осенью. Доследование родоводов – это очень маленькая работа, которая может занять от недель до несколько месяцев. И для начала первое, что необходимо сделать, это спросить своих родителей, близких, которые могут вам дать больше детальную информацию про то, кем были ваши предки, бабушки, дедушки, где они родились, дата народжения, возможно, даже кем працювали. Чем больше информации вы набираете, тем больше шансов того, что вы сможете правильно побудовать этот сверодовод. И уже после того, как вы получаете такую информацию, можно обратиться к архивным установам. Но, прежде чем вы обратились на них, необходимо узнать, правильно, до какого архива обратиться. Адже, каждая территориальная одиница сдаёт свои документы в разные архивы. Так, например, если вы раньше проживали на территории Катеринославской губернии Бахмутского поведения, то нам необходимо обратиться к Днепропетровскому архиву. Вам необходимо письмовую заявку дать керевнику архивной установки, обязательно присоединяйте посвящение, которое удостоверяет вас у вас личность. Паспорт або какие-то еще и другие документы. И уже после этого вас допустят до работы в архиве. Конечно, в архиве это тоже очень интересная работа, но занимает очень много времени. Во-первых, вы должны знать, какие вам необходимые документы. Для этого вас допускают до архивной картотеки, где вы працюете и выписываете то, что вас цікавит, какие вам необходимые документы, и записываете их на список. А уже после этого вы идете до читательского залу и предоставляете этот список, по которому вам выдают документы. И вы уже начинаете безусловно работать с документами. Это может заняться очень много времени, когда вы работаете с документами, и, на жаль, не находишь ничего. Тогда можно обратиться к каким-то другим архивам. То есть, таким планом вы собираете информацию и можете сделать свой родовид. На жаль, наш музей допомогти в таком случае возможности нет, потому что такие необходимые документы у нас не сохранятся. Но на весне в нашем музее было оголошено про пошуковую акцию «Віднайди своє коріння». И вот была надана такая работа, когда одна девчонка, учениця школы нашей местной, вона попрацювала со своими родителями и написала очень интересную работу. Вона смогла прослідкувать свой родовид еще с конца 19-го столетия. То есть, это были родители, которые приехали в некоторое время в наше место, потом работали здесь и сделали определенный вклад в развитие нашего города. То есть, это была такая большая и интересная работа. Конечно, люди приходят к нам, но, на жаль, мы таким образом только под казками можем им помочь. Сейчас как раз пришло время пересаживать розы плодовые, хвойные. Хотелось бы немного остановиться на вот этой красоте, которая у нас растет. Их просто существует настолько большое многообразие. Если чайно-гибридные, вот кустовые розы, это, как уже сказать, всем известно, всем привычное. А почва покровная редко где встретишь в городах и у жителей. Это красота, которая покрывает землю. При покупке сармсов нужно посмотреть, чтобы он был качественнее, чтобы корневая система была живая, свежая. Для этого ногти можно поцарапать немножко так куру. Если она белая, сочная, то она здоровая, свежая, она хорошо проживется. Если она желтоватая, то уже она подсушена. Если коричневатая, то их на костер только можно выбросить. Это один нюанс. Второй нюанс – нужно подготовить для этого почву. В нашем регионе, кажется, чернозем хоть на хлеб машет. Поэтому особо дополнительных удобрений, торфов, перегной – это, конечно, самое лучшее удобрение, только перепревший, который сыпец уже. Если вы подлаживаете свежий перегной, вы можете попалить корневую систему. Так же самое и полив свежим перегноем, но, может быть, свежим коровяком, можно попалить корень, если дать большую дозу. Просто пересаживаются основные правила, как плодовое дерево, так и это. То есть нужно убрать лист. Из-за чего? Лист, питание нарушается в растении, когда мы выкопали его. И если мы листы оставляем, то идет испарение влаги, сажение собезваживается и, может, либо они вообще не проживутся, либо уже плохо проживутся. Будет слабым, недоразвитым, надо сказать. Желательно сделать ямку и засыпать туда земли с перегноем, размешать воды и размешать, как сметана, то есть сделать болтушку. Окунули корень. Что это дает? Сразу земля прилипла к корню и он уже сразу начинает брать питательные вещества. Если есть возможность не обрезать куст и окучить его в зиму, то он лучше зимует. Почему? Когда, если мы коротко обрезаем его, при обильном снегопаде, там выпала крупа и покрывается коркой, растение может задохнуться. Снизу лист, который будет, ствол, побег, который будет окучиваться землей, на высоту где-то 15-20 сантиметров, нужно убрать лист. Тогда оно будет безболезненно перенесет, не будет именно загнивания. Укрывает спонбондов. Это безболезненно, можно укрывать, больше дает сохранение растения. Полиэтиленом не рекомендую. Почему? При солнечной погоде нагревается и оттепель, и вот это перепады температур, тоже растение может пропасть. Снежный покров, когда выпадает на землю, он как термос, он согревает землю. Один сантиметр снежного покрова повышает температуру на один градус. Вот 20 градусов было мороза и 20 сантиметров снега. Разгортаю землю, земля не пронесла. Чтобы пережить, скажем так, красиво холодный сезон, нужно, чтобы в гардеробе было пальто. И в этом сезоне пальто может быть абсолютно из любого материала. Мы не разделяем пальто на зимнее, допустим, там осеннее или ранняя осень. В этом сезоне это может быть пальто из кожи. Как ни странно, забытые кожаные черные плащи в этом сезоне это пальто. И может быть материал как матовый, так и, допустим, с каким-то блеском. Это будет актуально. Ну, то есть это база. Это то, что мы привыкли. Дальше это будет пальто однотонное. Обязательно из кашмира. То есть какой-то материал, который больше на теплую погоду предназначен в солнечные дни. Можно выглядеть ярче. Можно надевать яркие оттенки. Начиная от, скажем, базовых синий, красный, зеленый, желтый. И переходить в более яркие неоновые оттенки. Это тоже будет актуально. Допустим, от нежно-розового до очень яркого цвета. И точно так с синим будем поступать. Это два ярких тренда. Также будут в тренде актуальные оттенки у нас классические, бежевые, темно-синие, темно-коричневые, более приемлемые. Обязательно в этом сезоне будут принты. То есть то, что необычно, если мы хотим вылезти более интересно и ярко, то это могут быть цветочные принты на пальто. Это как-то по-новому. Анималистичные принты, то есть принты животных. Это могут быть какие-то акварельные разводы. Это может быть полоска. Опять же, для любителей классики привычная клетка. Она остается. Остается черно-белая клетка, серая, красная, коричневые, песочные оттенки. Это все будет. Дальше мы затронем силуэты. Силуэты у нас 80-е, также 90-е. Чем они характеризуются? Это широкая линия плеча. То есть более такая удлиненная. Рукав у нас будет широкий. Он может быть укороченный, он может быть длинный. То есть тут уже предпочтение, как вам удобно. Если вы перемещаетесь, допустим, на автомобиле, то можно более облегченный вариант, укороченный рукав на холодное время. И в этом сезоне, я знаю, что многие полюбили жилеты. В этом сезоне мы от них отказываемся в замену пальто. Просто они будут без рукавов. В этом сезоне будут актуальны модели полностью без воротника, с меховыми воротниками. Чем больше каких-то аксессуаров, которые будут отстегиваться, это тоже интересно и разнообразно. Будет актуальна модель с классическим английским воротником, которую нужно будет дополнять шарфом во время холода или ветра, чтобы прикрыть тело и было нам тепло. Длина будет от самой максимальной до миди. Это середина икры. Дальше до середины колена. И будет укороченный вариант. Укороченные варианты мы носим с более женственным низом, то есть зауженная юбка или брюки и высокий ход. Ну а длину максимиди мы носим с обувью на плоском ходу. Это будет актуально и удобно. Пальто никогда не бывает много. Поэтому если в вашем гардеробе будет одно классическое какого-то базового цвета, одно яркое, интересное, трендовое, и третье, допустим, на какую-то погоду, ну такую не слишком приветливую, то есть либо кожаная пальто, либо из более влагоустойчивой ткани. Этого будет вам достаточно. Сочетайте их с простой удобной обувью и модными аксессуарами. Продолжение следует...